Как твои дела? Альхамдуллах. Я смотрел твои видео. Машаллах. Ты мусульманин или... На самом деле, я изучаю уже больше 20 лет. О, отлично. Значит, сегодня твой день. На самом деле, я пришёл задать тебе три вопроса. Давай так. Если я отвечу на твои три вопроса, ты станешь мусульманином. Это близко. Хорошо. Давай сделаем это. Давай сделаем. Три вопроса. Если я отвечу на них сегодня, ты станешь мусульманином. Ты готов? Да. Знаешь, согласно людям, знаешь, Адам и Ева... Хорошо. Они говорят, что человечеству примерно 6 тысяч лет. По исламу мы не верим в это. И знаешь, доказано, что Земля старше 6 тысяч лет. Да, я согласен. О возрасте Земли не говорите ни в одном аяте Корана или в достоверном хадисе. К примеру, если мы возьмём Библию, она была изменена и отредактирована. И книги в ней добавлялись и удалялись. Поэтому мы не можем воспринимать её как надёжный источник информации. Поэтому мы, мусульмане, не даём Земле возраст. Хорошо? Мы знаем, что прошло намного больше 6 тысяч лет. Потому что даже если мы вернёмся во времена фараона и Моисея, это уже будет примерно 5 тысяч лет. И знаешь, Мусо Моисей, он был в Египте. Потому что во времена Юсуфа, алейхиссалям, люди переселились в Египет. Так что это означает, что Юсуф, алейхиссалям, жил задолго до этого. И до Юсуфа был его отец Якуб, алейхиссалям, и Яков. Прости, это был Исаак. Хотя нет, это был Яков. Его отец Исаак, а его отец Ибрахим, Авраам Мирьяму. Так что Юсуф, сын Якова, внук Исаака и правнук Авраама. Так что Авраам жил задолго до событий египетских фараонов и пирамид. Так что тем самым мы можем сказать, что это уходит далеко в историю. Может, десятки тысяч лет, правильно? И еще мы можем пойти до Авраама Мирьяму, правильно? Мы можем вернуться ко временам Ноя, затем Идриса, затем Адама Мира им всем. Кто знает, это могут быть миллионы или сотни тысяч лет. Мы не знаем этого. И, откровенно говоря, нет никакой пользы в этом знании. Если была бы польза, Аллах сказал бы нам правильно. Но теория молодой земли – это христианская концепция. И она неверна. Хорошо, мы убрали один с пути. И еще два. Все знают, что в году 365 дней. По солнечному календарю. Да, по солнечному. Почему тогда мусульмане используют лунный календарь, который меньше на 10 дней? Отлично. Это хороший вопрос. Мы используем лунный календарь, потому что ислам – очень практичная религия. Для всех времен и для всех мест. Хорошо? Если, к примеру, у тебя нет календаря и нет предложения, и ты хочешь знать, какой сегодня день – это день середины месяца или начало месяца. В исламе у нас есть поклонения, которые связаны с этим. К примеру, Рамадан или праздники. Это связано с календарем, правильно? Да, как мы можем знать? А лунный календарь вы просто можете посмотреть на Луну и узнать, и это удивительно. Солнечный же календарь – другой. Ты не можешь смотреть на Солнце. И в любом случае, мы не должны смотреть на Солнце. Но даже если посмотреть на Солнце, ты не сможешь сказать, какое сегодня число – 14 или 15. И у меня нет телескопа. Да. Я имею в виду, даже если у тебя есть телескоп, ты можешь определить дату только по Солнцу? Нет, потому что у тебя должна быть система слежения. Моя свекровь, она живет в деревне. Да сохранит Йола. У нее нет календаря. И она живет в деревне, хорошо? И я был там. И знаешь, я говорил с ней об исламских датах. И я спросил у нее, ты знаешь, какое сегодня число? Знаешь, она просто посмотрела на Луну и сказала, это 14 число месяца. И я посмотрел в моем приложении, и она была права. И я проверил это несколько лет спустя. Я пошел навестить ее. И я сказал ей, знаешь, какое сегодня число? И она посмотрела на Луну ночью и сказала, что это конец месяца. 29 число. И она была права. Так что без образования, без всего этого, она из простой фермерской семьи. И просто посмотрев на Луну, она знала дату. Вот почему мы используем лунный календарь. А днем для молитвы мы используем солнечный свет. Почему? Потому что ты можешь посмотреть на тень и узнать время. Прямо сейчас, если бы у меня не было приложения, и я не знал бы время, я могу просто взять палку и воткнуть ее в землю и сказать тебе, какое сейчас время молитвы. Поэтому ислам настолько практичен. Для времени молитвы мы используем свет солнца. Потому что вы можете отличить тени. А для даты мы используем Луну. Потому что где угодно в мире, в любое время можно посмотреть на Луну и посмотреть, какой сегодня день месяца. Потому что также не все могут пользоваться солнечным счетом. Все верно. Два отвечена. Остался еще один. Что важнее фикха или акида? О, хороший вопрос. Что важнее фикха или акида? Право или вероубеждение? Я впечатлен тем, что ты знаешь, что это такое. Акида – это самое важное. Почему? Потому что это твоя вера. Потому что если ты сделаешь ошибку, и даже если ты будешь следовать неправильному мнению фикха, это не значит, что ты не войдешь в рай. Хорошо? Но если у тебя неправильная акида, в зависимости от того, насколько она искажена, это может отдалить тебя от рая. Хорошо? Так что акида – это самая важная вещь в исламе. И после нее уже идут фикх, хадисы, шариат и все эти удивительные науки. Но это не значит, что фикх не важен. Каждый мусульманин обязан достаточно знать, чтобы иметь возможность правильно выполнять свои ежедневные поклонения. Хорошо? Поэтому фикх важен. Ученые фикха – это великие ученые. И также хадисы очень важны. И тафсир, толкование Корана – тоже важно. И кироад – все это важно. Но акида – это самое важное, потому что это твоё вероубеждение. Три вопроса выполнены. И теперь мы сделаем шахаду. Но какая акида – самое важное? Смотри, в исламе у нас нет две акиды. В основе… Подожди, подожди. Я понял. Я понял тебя. В основе слово «аакда» значит что-то связывать. Хорошо? Есть некоторые прилагательные к акиде. Хорошо? И нет сомнений в том, что самая правильная акида – это то, на чём были праведные предшественники, и то, на чём были сподвижники. И после этого она была названа «асар-и-а-акидам». Что это значит? Это значит, что ты возвращаешься к асарам. Возвращаешься к преданиям. Правильно? Поэтому, если ты хочешь узнать значение того, что Аллах говорит о себе в Коране, ты идёшь к Корану и идёшь к объяснению этого из достоверных хадисов. Или от самих сахабов. Это и есть асар. Хорошо? Если сподвижник пророка объясняет, что этот аят значит «это», если сам Коран объясняет Коран, если хадис объясняет Коран, это акида – вероубеждение. И нет сомнения, что асар-и-а-акида – это правильная акида. И также некоторые люди называют это салевитская акида. Я имею в виду, мы можем обсудить с кем угодно. Если какая-нибудь акида была бы лучше этой, то сподвижники не придерживались бы её, правильно? Более поздние разработки, как ашаритская или матрудитская, или муатазилицкая, или джахмитская акида – всё это поздние добавления, когда на них повлияли альмуль-калям, греческие работы, философии и прочее. Но праведные предшественники этой уммы – имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Шефиа, имам Ахмад ибн Хамбаль – никто из них не был ашаритом или матрудием. Но все они следовали акиде сподвижников. Они были до этого. Именно. Так что лучшие были тогда. И ничего лучшего не будет после этого времени, правильно? Лучшие люди из этой уммы – это поколение пророка, да богословит его Аллах и приветствует, правильно? Так что лучшая акида, которой мы следуем – это их акида. И нет сомнения, что это правильная акида. И любой, кто отклоняется от этого, и вводит принципы, которые не были известны за хабам и салфам, Абу Ханиф и имаму Шефи и имам Малику, которые осудили это. Потому что в то время это началось. Они осудили альмуль-калям и всё это, правильно? Поэтому мы говорим, что это отклонение правильно, потому что лучшее поколение не следовало этому. Хорошо. Так ты готов? Я хочу, чтобы ты знал. Я думаю, что ты самый образованный, знающий и также самый разоблачающий человек, которого я смотрел. Благодарю. Я смотрю твои видео. Благодарю тебя. Но что останавливает тебя от принятия ислама? Но, если честно, я ответил на твои три вопроса. Да. Ты изучаешь ислам уже 20 лет. Ты даже знаешь, что такое акида. Это удивительно. Многие мусульмане не знают этого. И ты знаешь, что значит фикх. Ты веришь в одного бога? Да. Ты веришь, что бог послал нам пророков? Расуль? Расуль. Ты прямо как мусульманин. Есть пять из них. Нет, пять это величайших из них. Но посланников есть много. Те, кто получил послание, это посланники. А пророки, они все были пророки. Но мы поговорим обо всем этом позже. Сначала мы должны принять шахаду. Ты знаешь очень много. Как бы ты стоял перед Аллахом, зная все это, не будучи мусульманином? У меня были эти вопросы, которые задерживали меня. Я ответил на все три вопроса. И любой другой вопрос, который у тебя возникнет, я обещаю, я буду сидеть с тобой. Я хочу принять шахаду в мечети. Я хочу произнести шахаду в мечети. Не понял. Сахабе или шахада? Произнести шахаду. Ты хочешь сделать это в мечети? Хорошо. Сегодня вечером в мечети Рибат. Я буду ждать тебя. Сегодня в мечети. Мы можем сделать это здесь. Но если ты хочешь сделать это в мечети, сегодня вечером. Так что, иншаллах, потихоньку, шаг за шагом, ты научишься. Не беспокойся ни о чем. Мы делаем все. Книги, учителя, поддержка, друзья, семья. Мы позаботимся о тебе. Хорошо? Потому что моя семья не заботится обо мне. Теперь у тебя есть большая семья. У тебя семья из двух миллиардов человек. Аль-Хамду лилля. Я свидетельствую, я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, кроме Аллаха. И я свидетельствую, и я свидетельствую, что пророк Мухаммад, что пророк Мухаммад, его слуга и посланник, его слуга и посланник. Аллаху Акбар. Ассаламу алейкум, братья и сестры. Это автор канала «Призыв Дава». Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дауат. Аллах наградит вас за это. Ассаламу алейкум.